Товарищи, вот сейчас благодаря гостеприимству Харенгейта мы, наша народно-нарксистская тенденция, получили возможность провести здесь мероприятие и оно посвящено очень важной теме Дело в том, что вы видите, что сейчас происходит во всем мире Это парад суверенитетов, вот сегодня происходит референдум в Каталонии А неделю назад был референдум в Иракском Курдистане где жители Иракского Курдистана тоже отвечали на такой же вопрос быть независимым Иракскому Курдистану или не быть И вот это результат и следствие длительной борьбы курдского народа курдского народа Ирака, курдского народа Сирии, курдского народа Турции за свое освобождение Но не все так просто И о контексте, о истории и о том, как марксисты, как различные партии, регионы марксистские, коммунистические относятся к происшедшим событиям Нам расскажут товарищи из Курдистана которые месяц назад приехали оттуда являются очевидцами того движения, которое там есть говорили с людьми и в какой-то теме интегрированы в движение могут рассказать много интересного И вот мы сегодня послушаем их Ну, они просили сказать, что они его извиняются На самом деле, они говорят по-русски Ну, может быть, с небольшим акцентом Я просто хочу предупредить И я предоставляю слово Ну, значит, от товарищей Вижан Здравствуйте всем, товарищи Сегодня мы хотим вам рассказывать о истории, сначала, истории Курдистана а потом, о том, что сейчас на Ближнем Востоке происходит и о том, почему на данный момент мы прошли референдум в Иракском Курдистане Сначала товарищ Живар рассказывает про историю Курдистана и курдского народа Всем здравствуйте еще раз Меня зовут Живар Я из Курдистана, сосед с Ираком И хочу вам рассказать про короткие истории Курдистана Не буду долго рассказывать, потому что надо много времени Сначала давайте расскажем, где находится Курдистан Находится между Турцией, Ираном, Сирией и Ира Цивилизация Курдов возникала на этих землях еще до нашей эры Но, к сожалению, там всегда шла война И международная игра Поэтому Курдистан не мог создать свое государство Давайте начинаем с историей 20 века Потому что перед это очень долго В 1916 году Было Сайк-Избеку Это соглашение Франция, Великобритания и Россия По разделению земель Усманских импирий И разделить Курдистан на 4 части Часто Ирак, часто Иран, и Турция, и Сирия Еще в этом время было предложение О создании Курдского государства Но Великобритания, Франция и Россия Были против этого предложения Потому что Курдистан мог стать важным игроком на политической арене мира В дальнейшем Курды пытались восстановить свою независимость Но, к сожалению, не получилось Потому что, как рассказал, там была всегда война И международная игра В периоде 1990-1922 года Была революция против Великобритании Под руководством Шех Махбуд Но, к сожалению, еще без результата Эта революция была Но самая важная революция Это была в Иране, в час Ирана В 1946 году По руководству Казим Мухаммад Он также создал Мухаббатский республик Это самая первая официальная республика Курда Казим Мухаммад питался в Истре Дружеские отношения с Ираном Но во время визита в Иране Бил убит, к сожалению Еще в период 1958-1961 годов Была иллюзская революция Также без результата Но в 1975 году Было новое движение Курда Еще важный момент был В 1991 году Была революция против Саддама Хусейна В результате появился Курдский автономия республика Был и выбор член парламента после этой революции Через несколько месяцев была выбор Выбор член парламента и президент Курдистана На эти выборы победили две партии ДПК и ПСГ Демократские партии Курдистана И Патриотический союз Курдистана Дальнейшие они же создали Создали парламент вместе Результат так был 50 ПДС и 40 Но они говорят, что 50 на 50 был Но если честно, то было 51 и 49 Они вместе решили, чтобы 50 на 50 Они разрешили создать парламент И президент Курдистана На первый раз И, к сожалению, в 1994 году Началась гражданская война И потом только в 1998 году Заключили мирный договор При помощи США И еще потом дальше В 2003 году При помощи США Был свержен Саддам Хусейн Из силы Потом в 2005 году Курды и Усманские И остановили Ирак И остальные иракские народ Подписали мирные соглашения О прекращении Обаевых действий И в этом же время Президентом Ирака Стал первый Курд Его зовут Желал Талавани И потом в 2004 году Началась война с Ираком Дальше товарищ Бежар Будет рассказать вам Я хочу вам рассказать По поводу референдума Который 25 сентября Прошло в Курдистане Сначала Это короткая история Что в 1991 году Было восстание Курдского народа Против Саддама Хусейна И в 1992 году Мы Основили парламент И Основили парламент Две партии Это демократическая партия И Патриартическая союзника Курдистана Они вместе Создали Как бы Автономная часть В Иракском Курдистане В 2014 году Когда террористическая группа ИГИЛ Они как бы захватили Большую часть Сирии И Тоже большую часть Ирак Начало очень напряженное состояние В Ираке И особенно И в Курдистане тоже В это время До этого Били сборные территории Между Ирак и Курдистан Где Ирак и Курдистан Должен вместе Руководить Эти местные территории Но Когда ИГИЛ Они как бы Пришли в Ирак И захватили Некоторую часть Ирака Они тоже захватили Эти сборные территории И Как бы Правительство Ирак Не могли защищать людей На этих территориях Поэтому Наша Сила Пешмарга Армия Пешмарга Они воевали Против ИГИЛ И освободили Все эти часто Спорные территории И Как бы Потом Иракское правительство Попросило Чтобы Заново Вместе Руководить Эти Спорные территории Но Наши Президенты И наш Не согласились Об этом Потому что Они никак не могли Защищать Эти местные Жители Эти Спорные территории Поэтому Начал Конфликт Между Ирак И Курдистан И Эти Конфликты Продолжались По договору Они Должны 17% Из бюджета Ирака Отправить В Курдистан Но После Вот Это Напряженное Состояние Они Уже Как бы Не отправили Эти 17% Бюджета В Курдистан Поэтому В Курдистане Началась Очень Кризис Экономическая Кризис В Курдистане И Потом За эти Все Внутреннее Как бы Дело Между Ираком И Курдистан Мы Решили Чтобы Проводить Рефрандум И 25 Сентября Прошло Рефрандум Если Если Расскажем О том Почему Именно Сейчас Прошел Рефрандум В Курдистане Можно Рассказать О том Что Была И Внешняя Ситуация И Внутренняя Внешняя Ситуация О том Что Сейчас Наша Соседняя Страна Как Сирия Как Иран Как Ирак И Турция Они Сами В Проблемах Как В данный момент Например Как Мы знаем В Сирии Можно Сказать Почти Уже Государство Не Существует И Там Тоже Курды Воют За Свои Независимости И Поэтому Они Сейчас В данный Момент Не Могут Ничего Против Курдов Делать Потому Что На данный Момент Почти Там Не Существует Государство Если Говорим Про Ирака В Ирака То Самое У Них Не Осталось Как Большой Армии Чтобы Они Могли Воевать Курдистан Это Во вторых Про Иран Турция Турция Как Всем Известно Очень Давно Хочет Чтобы Стать Членом НАТО За Этого Он Не Может Ну Да Но Вы Россию Да Как Они Не Могут Против Курда Что Особенного Делать В Первых Потому Что У Них Есть Очень Большой Экономический Бизнес Между Курдистаном И Турцией У них Там Бизнес Очень Большой И Они Не Могут Что Особенно Против Нас Делать И Как Мы Знаем Иран Тоже Самое Очень Большие Бизнес Экономические Есть Между Курдистаном И Ираном Поэтому Это Внешняя Ситуация А Внутрення Почему Мы Решили Потому Что Потому Что Сейчас В Ираке Они Не Отправляют Нам Бюджета Которые 17% По договору Они Должны Отправить В Курдистан Это Первое Во-вторых Сейчас Война С Иглом Если Мы Сейчас На Данный Момент Не Сможем Ставить Независимостью То Никогда Уже Невозможно Потому Что Все Фокусы Все Мира Это Над Курдистаном И На То Что Как Курды Мужественно Воют Против Террористическая Группа Игла Это Второй Да Это Второй Третий Что Все Государства Вокруг Нас И Нация Которые Как Турция Как Арабы Как Перседские Они Как Никогда Не Принимают Курды Как Нация На Эти Территорию И Они С Давнейшую История И до сих пор Говорят Что Не Существует Такой Нация По Названию Курда Вы Не Не Можете Как Управлять Сами Собой Это Та Причина Которая Мы Сейчас На Данный Момент Как Почему Прошло Референдум На Данный Момент О То Что Сколько Просентов Голосовали В Кудастане 76% Голосовали За Независимость Из Этого 76% 90% По Голосованию Да Для Независимости Но Еще Есть Люди Которые Не Согласны Этому Если Говорим Почему Так Как Все Курды Хотят Стать Независимость Как Это Желание Каждый Курд Но Дело В том Сейчас Эти Партия Которые Существуют Внутри Курдистана Под руководителем Курдского Государства Курдского Автономия Часто Курды Очень Страдали И Били Экономические Кризы Били Очень Много Проблема Между Мирное Население И Эти Партия Которые Руководуют Курдистан Поэтому Есть Такое Что Люди Не Верят В Эти Политические Партии Которые Сейчас На Власти И Поэтому Они Говорят Нет Для Независимости Потому Что Есть Тоже Часто Люди В Курдистане Которые Не Верят В Власти И В Эти Партия Которые Руководуют Курдистан Вот О том Что Про Марксистов Что Марксисты Говорят Сейчас Про Эрифрандом Там Можно Сказать Что Часть Марксисты Они Как бы Согласны Нам Нужны Независимости И Они Голосовали Да Для Эрифрандом И Они Думают Что Это Решает Нашу Проблему Как Конфлет Политический И Религиоз Проблема Которые Между Курдами Арабами И Другие Нации На Ближного Востока Есть А Другие Там Марксисты Говорят Что Нет Для Эрифрандом Они За Основу Свои Мнения О том Что Они Государства В мире И Они Говорят О том Что Мы Должны Постараться За то Что Не Создавали Новые Государства Человечеству Не Нужна Граница Как За Основу Этого Свои Мнения Об этом Говорят Но Есть Еще Марксисты Которые Вообще Не Голосовали Они Думают Что Вообще Этого Не Стоит Голосоваться Или Что Потому Что Это Международная Игра Они Все Решили И Этого Не Голосуешь Неголосуешь Ты Ничего Не Изменяешь Это О том О том Что Вообще Создание Автономии Создание Независимости В Курдистане Как 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 Реакции Это Вызвало В Соседних Странах И Вообще В мире Как Мы Понимаем Все Соседи Ирак Иран Турция И Сурия Они Все Против Независимости Курдистана И Они Сейчас В данный момент Собираются Чтобы Против Курдов Начнуть Что-то Поделать В первых Они Сейчас Закрыли Все Аэропорты В Курдистане И Самолет Не Может Прилететь И Велетит От Курдистана Да И Они Закрыли Все Границы С Курдистаном Да Как Иран И Ирак И Сурия И Турция Как Они Вместе Против Курдов Но Как Мы Понимаем Международнее США И Другие Страны Они Как Согласны Что Должны Единственные Государства В Ираке И Они Против Независимости Курдистана Но Они Постараются Чтобы Все Мирно Произошло В Курдистане Никакая Война Не Существовала Это О том Какие Реакции Это Вызвало В соседних Странах Как Про Курда О том Что Почему Именно Мы Хотим Независимости Если Мы Смотрим Наследие Курдистана Это 50 Миллионов Во Во всем Мир Если Считаем Во всем Мир 50 Миллионов Курдов И До Сих Пор У Нас Нет Государства И Дело В Том Почему Именно Мы Хотим Государства Потому Что Постоянно На Ближного Востока Есть Война И Мы Всегда Страдали За И В И И Сейчас Тоже И Эти Война Всегда Бил Конфликты Во Первых Религиозные Конфликты Постоянно Бил Многие Проблемы За Этого Но Внутри Курдистана И Шииты И Синуты И Другие Религии Мирно Живут Вместе У Нас Нет Как Б Так Проблемы Проблемы И Во Вторых Как Б Как Нация У Нас С Нами Постоянно Била Война О Том Что Мы Курды О Том Что Мы Не Признаем Себя Как Турки Как Арабы Как Другие Нации Мы Говорим Что У Нас Есть Нация У Нас Есть Своя Культура Свой Язык И То Что Нужно Для Государства Мы У Нас Есть И Мы Можем Управлять Сами Себе Но Никогда Они Это Не Принимают Поэтому Постоянно Есть Конфликты И Проблема Поэтому Мы Решили Проводить Рефендом И Постараться Чтобы Стар Независим Независимости Государства Но Если У вас Есть Какие Вопросы Я С удовольствием Отвечаю На Ваши Вопросы Да У меня Будет Два Вопроса Во-первых Каково Вообще Влияние И Какая Роль Коммунистических Различных Коммунистических И Рабочих Партий В Иракском Курдистане И Второе Насколько Налажены Социальные И Политические Связи С С Сирийским Курдистаном И С Политическими Организациями Сирийского Курдистана Спасибо Спасибо Вам Запрос По Поводу Коммунистическая Партия И Коммунистическое Движение В Иракском Курдистане До 1991 Году До Как Можно Сказал Распада СССР У нас Бил Очень Большой Связь Коммунистическая Партия Во время Советский Союз И До Этого И Наша Партия Даже Которые Сейчас Они На Власти Они Били Коммунистом И У них Была Самая Главная Идея Это Идея Коммуниста Но После Того Как Они Получили Власти И Начали Бизнес Рол Коммунистическая Партия В Курдистане Очень Меньше Стал И Они Почти Можно Сейчас Сказать Что Они Разные Группы Но У них Нет Сила Нет Большое Движение Чтобы Влиять На Общество Чтобы Что Что Поделать Либо Они Могли Что Поделать Это Первый Вопрос Второй Вопрос У нас Есть Большой Связь С Сирийским Курдистаном Особенно Наша Партия Патриархистские Союзные Курдистаны У нас Есть Связь С Сирийским Курдистаном И Мы Всегда Поддерживаем И Помогаем Друг Друг Друга Как По Эту Вопрос Скажите А вам сказать Что Сирийского Государства Больше не существует Ну Почти Не существует Да Но Ведь Уже В новостях Везде Говорят Что Исламское Государство Уже Почти Как Все Его Больше Нет Почему Сирийское Распало Сюда На Север Сейчас Там Курдистские Партии А Внизу Там Только Сирия Государство Сирия Существует Каеву Уже Почти Нет Нет У них Еще И Как И 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 Недавно Из Урдана Тоже Очень Много Как Солдаты Эта И 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 Они Не Закончили У Ни Нет Как Списания Территория Сейчас Как Бо Они Руководуют Но Они В Разных Группах Существуют И Внутри Больших Городах И В И В Вопрос Как Референдум Скажется На Ситуации В Сирийском Курдистане В Сирийском Курдистане Если Расскажем Они Как У Них Нет Такой Что Чтобы Они Стали Независимости Либо Создавать Курдское Государство У Них Как Другое Мнение О том Что Все Нации Которые Существуют Внутри Сирии Они Могут Руководить Как У Них Нет Такой Мнения Чтобы Создавать Курдского Государства И Для Независимости Поэтому Есть Такое Различие Мнение Между Нашей Партией Которой В Ираке И Сирия О том Что Они Сирия Не Хотят Именно Создавать Курдского Государства Получается Влияние Левых В Сирийском Курдистане Выше Да Я Могу Сказать Что Влияние Левых В Сирийском Курдистане Больше И На Это Да Готовы Проливать Новую Кровь Для Своей Независимости Потому Что Создание Своего Государства Всегда Подразумевает Новую Войну Готовы Курды И Второй Вопрос Зачем Обще Создавать Государство Может Нужна Другая Форма Какая-то Зачем Воспроизводить Старое Я Вас Поним Спасибо За Вопрос Если О том Что Курды Готовы Отдал Кровь Мы Все История До Сих Пор Если Только Даже 20 Век Считаем Мы Отдали Очень Кровь Для Независимости Для Того Чтобы Всем Сказать Что Мы Как Курды Можем Сами Себя Управлять И За Этого Очень Дали Очень Много Кровь И Сейчас Тоже Готовы И Поэтому Сейчас Конечно Очень Напряженное Состояние В За Этого Отдать Кровь Либо Нет Мы После 1991 Году После Того Автономная Часть Республики Ирак Появилась Мы Постарались Чтобы Мирно Жить С Ираком Мирно Жить С Ираном С другими Нациями С другими Странами Которые Там Существуют Но К сожалению Это Просто Не Получается И Как Мы За Этого Постарались Но Когда Понимаешь Что Не Получается Нужно По Другому Решать Проблемы И Там Всегда Есть Такое Напряженное Состояние Что Мирно И Дружно Невозможно Международная Поддержка По Вопросу Создания Независимого Курсского Государства Существует? Да Существует Сейчас На данный момент Только Исраиль Как Государство Как бы Президент Исраиля Что-то Поддерживает Курсского Создание Нового Государства В Курдестане Но По поводу Мира Они Не поддерживают Независимости Но Они Как бы Не против Рефрендума Они говорят Что Рефрендум Это Как бы Можно Рефрендум Сделать Голосовать За то Что Стар Независимости Или нет Но О том Чтобы Отделяться Ирака Они Против Все Там США И Все Большие Страны Они Против Того Чтобы Отделиться От Ирака Саша Сразу Говорит Что Я Против Россия До Сразу 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 Просто Сказали Что Пока Непонятно Да Как бы Уважаем Решение Курдов О том Что Провели Рефрендум Ну а то Чтобы Отделиться От Ирака У них У них Нет Честного Мнения Чтобы Понять Что Именно Какое Сейчас Положение В Турецком Курдистане В Турецком Курдистане Сейчас Тоже Не Очень Хорошее Положение Они Постоянно Есть Как Мы Знаем Партия В Горах В Кандиле Они Воют Против Туреческого Государства Но Еще Внутри Страна Тоже Постоянно Есть Какой Нибудь Там Протест Там Восстание Иногда Бивает И Поэтому Тоже Там Не Очень Хорошо И Постоянно Есть Такой Конфлект Я Прошу Прошу Курская Рабочая Партия Как Она Сейчас Оживая или нет Да Курская Да Есть Еще Один Я Прошу 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 Я расскажу И он Приводит Вам Да О том Что Про Курдистан Туркия Как бы Часть Туречки Курдистан От Начала Они Как По Силу Они Сначала Против Турецкого Власти И Они Против Них Воевали Потом Они Прошли К Другой Тип Чтобы Мирно Все Решать Через Парламент Через Этого Они Этого Пута Тоже Постарались У Турсии Постарались Мирно Договориться С ними Но Это Тоже Не Получилось Поэтому Сейчас Такое Напряженное Состояние И Курди Постарались И Той И Другой Турецкие Власти Согласиться О чем-то Но Никак Этого Не Согласуются И Они Не Согласны Принятые Курды Как Нация В Турецком Курдистане Скажите Подробнее Про Взаимношения Общероссии И Курдистана Потому Что Мы Из России Видим Что Оппозиция Нашей Страны Несколько Непоследовательная То Изначально Делались Какие-то Реверансы В сторону Курдов Вроде Даже Что-то Невооружение Поставляли Потом Обратно Подружились С Турцией Начали Реверансы В сторону Турции Делать С одной Стороны С другой Стороны Через Вот эту Зону Контроля Которую Обеспечивают Российско-американские Военные Все равно Существует Какая-то Связь Между Сирийским Ираком Курдистаном Как Вообще Вся Ситуация Видится С вашей колокольни Как бы Если Мы смотрим С историей До сих пор Например Во время Советского Союза Вот Товарищ Вар Рассказал О создании Первого Курдского Республика Махабадская Республика Это Под поддержкой Россия Была Это В это Время Советский Союз Под поддержкой Союз Мы Могли Создавать Первую Республику В Иран Как бы Иранском Часто Курдистане Вот Это Проистор И еще В 1975 Году Когда Новое Движение Курдское Движение Против Иракс Власть Началась Это Тоже Под поддержка Советский Союз Был И Это Сначала Была Коммунистическая Партия И Как бы До 1991 Году До Распада СССР А потом Как мы знаем Что Россия У них Как бы Внешне Они Не могли Уже Ничего На Востоке Поделать Они Вернулись Своей Стране Чтобы Заново Построить Себя По-другому Поэтому Как бы Сейчас На данный Момент Россия Влияет Большое Влияние На Восток И На Ближного Востока Сейчас Больше Влияют Франция И США Как бы Для Ближного Востока Вот Это По-поводу История И Сейчас Сейчас Как бы Я вам Сказал Что Только Там Существует Только Бизнес Между Россия И Эректики Курдистан Только Бизнес Бизнес О Дело Как бы О том Что Про Политика Ничего Как бы Того Чтобы Рассказывать Либо Сказать Что Поддержка У них Есть Либо Нет Либо Что То Специального Такого Нет Давайте Я Второй Вопрос Задам Я Полностью Поддерживаю Борьбу Курдов За Собственную Зависимость Но Давайте Раздам Проперационный Вопрос Раз Мы Здесь Собрались Смотрите Мы Сейчас Видим Что В районе Дейры Зора Есть Определенная Гонка Между Сирийской Армией И Курдами Гонка К Невтяным Полям На Другой Стороне Ефрата Можно Понять Борьбу Курдов За те Территории Которые Они Считают Своими Историческими Но Как Обосновать Вот Это Откровенно Захватнические Действия То же Самое И Штурм Раки Естественно Курды Территории Которые Заняли Естественно Они С них Не уйдут Это Было Блупо С них Ходить Если Они Захватили Но Как Обосновывается Интересно По поводу Спорной Территории Которые Мы Сейчас Уже Освободили Это Место Как Мы Сейчас На данный Момент Прошел Рефрандом Потому Что Велась Спорная Территория Которые Курди Считают Что Это Курдская Территория Какие Границы Примерно Границы Именно Там Город Большие Существуют Как Кыркук Дусумату Ханахин То есть Все Кыркук Но Да Они В районах Кыркук Как Б Но Если Мы Говорим Дер Зора Все Немножко Для Ирана Сирия Для Сирия Да Сирия Мы Именно Про Иранском Курдистане Это Спорная Территория На Иранском Курдистане Я Понял То есть Сирий Сирий Вы Хочешь Сударить Про Сирий Курдах А Про Сирий Курдах Вы Не Можете Завис А вот Можно Вопрос А Собственно В районе Киркука Там А какие Там Были Результаты Референдума Они Как бы Там Где Проживает Туркаманское Мольшинство Ну В этой Провинции Какие Отдельно В этой Провинции Были Результаты Референдума Там Знаете Там Честный Не знаю Но Побольше Было Да Для Независимости Арабы Тоже Голосовали За Независимость Но Турция Не ходила На Вибра Не голосовали Да Турция Не голосовали Есть вопрос Касающийся Морального Духа Курдов Известно Что Война Может Создать Как Отрицательное Так И Позитивное Влияние На Воюющий Народ То есть По Вашему Ощущению Курды Они Готовы Продолжать Войну Ну Если Она Будет Затягиваться В течении Пяти Может Даже Десяти Лет Или Сложно Предположить Что Будет Дальше Но Комер Если Перенется Фортуна Военная Таким Образом Что Курдистан Будет Завоен Комер Частично Может Безавен Турками Будут Ли Курды Вести Какую-то Иррегулярную Борьбу То есть Насколько У них Хватает Духа Для Продолжения За Независимость Мы Как Если Честно Стали За Эти Напряженные Состояния Которые Сейчас На Ближном Востоке Есть И О том Что Мы Отдали Очень Много Крова Если Смотрим На Историю Во Время Саддама Хусейна Мы Тысяча Пять Тысяча Людей Погибли В одном Городе Под Химическое Оружие Сто Тисся Восемьдесят Два Курдов Погибли Под Процесс Который Называется Анфаль Под Руководительство Продолжался Десять лет И еще Там Была Воина Между Ираком Ираном И Курды Между Эти Страна Там Страдали И По-другому По-другому Относятся Которые Вокруг Нас Как Иран Как Турки Как Сирия И Ирак Курди Курди Боится Религиозных Конфессий И В отличие От Арабов Которые Все время Воюют Друг с Другом Суниты Шииты Христиане Алавиты В Курдистане Такого Нет Там Могут Уживаются Даже Вместе Мусульмане И Изиды Что С точки Срения Ислама Неприемлемо Совершенно И Было бы Очень Интересно Услышать Почему Такое Возможно Почему Такая Ситуация Сложилась В отличие В чем Различие Между Курдистаном И Арабскими Странами Почему В Курдистане Возможно Мирное Существование Людей Различных Ленин Я Могу Так Ответ О том Что Например Араб Как Нация В первом Ислам Как бы В Судске Арабия Появилась Но Курдистан Как бы Сначала У нас Была Другая Религия И Мы Как бы Они Захватили Наша Земля И Мы Стали Мусульмане Эта История Как бы И Эта История Все Сейчас До сих Пор Все Написано И Не Были Мусульманами Они Просто Захватили Наша Земля И Эта История Когда Прошло Мы Стали Мусульманами И Сейчас Как бы Ислам Это Как бы Считается Наша Религия Но Курды Сначала Не Были Ислам Мусульманы Захватили Наша Земля И После Того Мы Стали И Еще Внутри Курдистана Есть Такая Культура Что Все Принимают Друг Друга Как И Всегда Как Наша Партия Вот В чем Плюс Наша Партия Оба О том Что Никогда Не Постараются Создавать Религиозные Конфлекты Либо Да Религиозные Конфлекты Но В Ираке Постоянно Они Живут На То Чтобы Были Религиозные Конфлекты Например Шииты Против Сунниты Один Раз Президент Станет Шиит Один Раз Президент Станет Сунниты Им Нужна Этого Война Этого Конфлекта Чтобы Всегда Кто-то Мог Вид На Власти Но Внутри Курдистана Власти Нет Конфлекты Наша Партия Никогда Не Создает Религиозные Конфлекты Только Есть Конфлекты Политические Здравствуйте Я Немного Фантастические Развития Событий Расскажу Допустим Завтра Вас Признают Государством Ну Вот Эту Территорию Которая Есть Возможно Объединение С турецкими И сирийскими Курдами В единое Какое-то Государство Или Это В принципе Невозможно Спасибо Спасибо За вопрос Это Как бы Мечта Каждого Курда Чтобы Не только С турецким И с сирийским И сейчас Ирана Тоже Мы Чтобы Могли Создавать Государство Великое Курдустан Который До 1916 Году Бил Под руководитель Империя Усманской Амперии До 1916 Все Часты Курдистана Они Вместе Были Но Потом Пришло Соглашение С И они Разделили Курдистан На 4 Часты Мы считаем Что это Очень Сложно Сейчас На данный Момент Говорит О том Что Такого Возможно Или Нет Но Если Даже Возможно Будет Это Наверное Не скоро И Нужно Очень Долгое Время Возможно С Пройдет Рефрандум Амперии Западных Стран Есть Свои Капиталистические Интересы То есть Интересы Ну Какие-то Корыстные Вы Это Не берете В расчет Но Как Всем Известно Что Сейчас В мире Политика Экономика Они Как бы Связаны Друг Друг Например Наши Союзники И США И Россия И Может Кто-то Еще Другая Страна Это Все За Экономика За То Что У них Есть Бизнес Большой Бизнес В Курдистане И Из-за Этого Они Не Наши Союзники Так Они Получается Договор Заключают С вами А Не С Раком Да Они Сейчас На данный Момент С Нами Есть Вот Газпром Нефть Например Если Говорим Про Россию Газпром Нефть Роснефть Роснефть Тоже Они Заключили Договор С Нашими Курдистами Да С Курдистами Правительствами И Также Франция И США Например По Моему Там Оксинмобиль Есть Такой Что У них Есть Соглашение Оксинмобиль Да Оксинмобиль Например С Как бы Нашим Частным Городистан Вот Такой Вопрос У меня Будет В мире Существует Много Разных Регионов В которых Есть Сепаратистские Силы Которые Борются За Отделения Сейчас В частности В Каталонии Там Довижуха Пошла Ну Много Есть Разных Регионов Да Курдские Соответственно Силы Борющиеся За Сепаратизм Они Как-то Поддерживают Отношения Со Всеми Вот Этими Друзьями По Несчастью Ну И Сразу Второй Вопрос Задам Раз уж Такая Сепаратистская Повестка Дня Сегодня Как Вы Относитесь К Событиям В Каталонии О том Что Вы Сказали Проводить Другие Республики Которые Сейчас Сами Тоже Хотят Став Независимость Ну Вообще Задам Да Есть Сепаратистские Процессы Солидар Смож Ко Этому Затем Да Да Как бы Например Почему От этого Вопрос Начинаю Почему Израиль Сейчас Поддерживает Например Первый От этого Начинаем Потому Что Израиля Тоже Было Похожее Как Бо Ситуация С Сукурдом А то Что Они Очень Много Страдали В Историях И Они Создавали Своего Наша Как Чтобы Мы Стали Независимость А то Как Бизнес У них Нет Такой Именно Что С Израилем Это Первый Второй Про Другие Там Другие Республики Которые Хотят Стать Независимость Я Говорю Что У нас Есть Большой Связь С Ними Тоже И Наши Писатели И Поэты Они Очень Много Пишут О Их Независимости Как У нас Есть Такой Связь С Ними Тоже Да По поводу Второй Вопрос По поводу Каталюни Ваш Вопрос О том Что У нас Какой Связь Или У меня Вопрос Какое Ваше Отношение Сейчас У них Проходит Референдум Условно Говоря Проходит Потому Что Центральная Испанская Власть Мадрид Недал На это Согласие Поэтому Сейчас Столкновения Ведутся Довольно Такие Жесткие Хотя Пока Вроде Как Без Каких То Серьезных Жертв Ну В общем Сейчас Там Такая Ситуация Даже Государство Не может Им Помочь Просто Поддерживать Просто Они Вместе У них Есть Встреча Такие Можно Не то Что Дополню Вопрос А Лучше Сформулирую Что Собственно Звучало Тут Мы Замыкаем Что Именно Каталония Вместе Допустим Ирландия И какие Другие Вот Национальные Вопросы Какой Сепаратизм Национальный Как Вы Относитесь К другим Таким Ситуациям В мире Не обязательно Поддерживать Конкретно Каталонцев А Проявляет Солидарность Другим Национальным Соболитным Движением Так Я могу Вот Это Сказать О том Что Это Зависит От Политической Ситуации В Это Место Например Я вам Рассказывал Почему Мы Хотим Стать Независимость Потому Что Мы Все Путин Дипломатические Попробовали С Ираком И все Другие Страны Которые Вокруг Нас Но Мы Поняли Что Этого Не Получается Мы Просто Через Эти Дипломатические Через Того Чтобы Автоном Через Что Мы Только Били Частые Ирака Мы Не Можем Жить Нормально И Всегда Есть Война И Конфликты Которые Не Разрешают Нам Чтобы Мирно Жить Например Сейчас В Каталлионе Может Есть Такая Возможность Что Через Обсуждение Что Возможно Решать Что Можно Поделать Это Зависит Политическая Ситуация В Этой Стране И В Этой Республике Независимость Это Наша Мечта И Желаем То Что Все Кто Какой Народ В Какое Место Есть Возможность И Само Управление Мы Поддерживаем Независимость Спасибо Скажите Про Иранских Курдов Там Живут Как Они Относятся Ко Ситуации Как Активно Участвовать Даже Во Всех Процесс Про Иранский Курдистан Как По Моему Всем Известно Что В Иране Существует Очень Тоталитарное Власть Которые Вообще Не Разрешают Никакое Движение В Иранском Как Часто Курдистан Часто Ирана И Они Как Поддерж Тоже Поддерживают Нашу Независимость И Хотят Чтобы Мы Стали Независимость Потому Что Это Помогает Им На дальнейшие Шаги Чтобы Они Тоже Могли Что За Поделок Но На Дальний Момент Как Всем Известно Как Иран Это Тоталитарная Власть И Они Контролировали Все Движения В Часто Курдистана Которые В Иране Вопрос Как Вы Относитесь Важно Понять Ваш Как Вы Смотрите Ваш Врагов В качестве Примера Скажу Возьмем Исламовское Государство О котором Часто Говорят Как Западные СМИ Так И Российские СМИ К примеру В России Говорят Что Исламовское Государство Это Политехнологический Проект Запада На Западе Говорят Что Это Террористы Которые Там Связаны С Государством Сирия Асад Непосредственно Помогал Исламовскому Государству Как Курды Воспринимают Исламское Государство Как Они Воспринимают Своего Врага С Которые Нам Приходится Бороться Не Только На Фронтах Как Я Понимаю Но И Наверное В части Уже Освобожденной Территории Курдок Я Знаю Что Там Тоже Есть Какие Спящие Ячейки Исламского Государства И Вам Тоже Приходится Сталкиваться С Внутренней Проблемой Как Вы Воспринимаете Вот Этого Врага Исламского Государства Кто Это Как Это Как Наше Как Мнение По поводу Исламское Государство Мы Считаем Что Исламское Государство Это Как И Понятно Что Существует Как Бы Основы Основы И положения Чтобы Появились Такие Террористические Группы Например В США Невозможно Такого Появиться Но В Ираке Возможно Потому Что Есть Как Основы Для Такие Как За Эти Конфликт Религиозные Конфликты Которые Я вам Рассказывал Основы Положение Чтобы Появились Такие Террористические Группы Но Понятно Что Империализм Как Сила В мире Они Живут На Наши Кров На Востоке И Они Всегда Хотят Чтобы Всегда Была Проблема И Конфликты И Поэтому Я Думаю Что Они Поддерживают Появление Такие Основные Положения Чтобы Они Появились Но Мы Считаем И То И Другое И В Стране Есть Такие Люди И Такие Мнения Постоянные О том Что И Другие Страна Как США Как Франция Они Тоже По Моему Меню Что Они Поддерживают И Они Живут На Том Чтобы Постоянно Било Конфликты И Проблемы На Востоке То Вы Понимаете То И Вам Помогают И Помогают Да Это Игра Империализма Потому Что Они Над Этого Живут Как Всем Известно Как Капитализм Это Система Борьба Как Всегда Должна Война Чтобы Могли Защищать Своего Капитана Вот Как Мы Это Высчитаем И Это Понятно Всем Мы Ничего Против США И Франции Не Говорим Потому Что Наш Проблем Еще Будет На уровне Политики Мы Не Можем Этого Как Честно Всем Рассказывать И Как Северная Корея Стат Против США Либо Против Какого Это Государства Потому Что Это Еще Хуже Наша Ситуация Останется Но Как Политика Как Наш Мнение Мы Этого Понимаем И Воспремя За То Что Есть Такого Я Хотел Вы Рассказали О Внутри Политической Ситуации О Существуют Профсоюзы В Стране Действуют Либо Они Открыто Насколько Вообще Возможно Политическая Работа Как Например Вот Эти Небольшие Коммунистические Группы Которые Есть Марксистские Насколько Они Легально Действуют Какой Политический Режим Сейчас Насколько Возможно Публичная Политика Проходит Это демонстрация Мирная Я слышал Что в Одиннадцатом Году Во время Арабской Весны В Курдистане Тоже Может Рассказывай Да Вот Это тоже Интересно Да Как Внутри Курдистана Если Честно Говорит Как Всегда Есть Политические Движения Демонстрация Возможно Протест Всегда Против Власти И До Сих Пор И Есть Сейчас В Курдистане И О том Что Ролл Левая Партия В Иракском Курдистане Как я Вам Рассказывал После 1991 Году Было Восстание И Появились Там Две Основные Партии Выбор Все После Ролл Ролл Распад СССР Это Очень Важный Момент Ролл Левая Партия В Иракском Курдистане Как Бу Поменьше Стал Но Сейчас Тоже Они Существуют Но Не Такое Большое Влияние Но Есть Другие Партии Которые Как Бо Либеральные Партии Они Большое Влияние На Общество И Постоянные Протесты И Против Власти Особенно Сейчас На данный Момент До Разговора О Независимости Всегда Было Напряженное Состояние Между Мирным Населением И Нашего Государства Потому Что Была Очень Большая Экономическая Криза И Всегда Были Протести Против Курдского Власти Вот Еще У нас Есть Две Партии Первая Демократическая Партия Курдистана Вторая Патриотическая Союзник Курдистана Демократическая Партия Курдистана Для них Самое Важное Это Семья Они Управляют Президент Курдистан Сейчас Это Из Этого Партии Следующий Президент Может Быть И Восемь Как бы У них Такое Мнение Для Самые Президент Они Это Лидер Революция Да Лидер Предыдущей Революции Как бы Если Ты Независимо Если Говоришь Про Тести Все Им Нормально Но Если Про Семья Либо Про Эти Власти То Все Очень Жестко Но Вторая Патриотическая Союзник Курдистана Они Больше Открытия И В их Территория Больше Свобода И Больше Придется Движение Больше На самом деле Ирак Нет Вообще Суньи И Курдов Если Честно И В Курдистане Там Тоже Две Часы Часы Шлаймани И Час Арбиля Час Шлаймани Это Побольше Это ПСК Да ПСК Это Которые Иран Поддерживает А В другой Час ДПСК Курдистана Это Другой Час Которые Турция Им Поддерживает Очень Поэтому Ирак Разделен На Три Часто И Курдистан Тоже Почти Можно Сказать Что Разделен На Две Часто Курдистан Курдистан Столица Это Понятно Турция Это Часто Демиджерская Партия Курдистана Которые Связаны С Турцией Больше Но Еще Я Хочу Вам Рассказывать Что Сейчас В Курдистане Большинство Людей Большинство Наследия Курдистана Против Курдистан Власти Потому Что За Руководительство Курдистан Мы Очень Страдали И Постоянно Была Такой Экономический Кризис И О том Что Они Украли Очень Много Национальные Доходы Для Себя До Революции До 91 Году Они Мужественно Воевали Против Саддам Сына Но После Как Получили Власти И Того Бизнес Они Очень Блохо Относились Курдам Как бы Вот Такая Ситуация А есть ли Профсоюзы Профсоюзы Как бы В Курдистане Можно подробнее Есть ли В Курдистане Профсоюзы Рабочая Агуманизация Не Именно Профсоюзы Переведите Кто-нибудь Рабочее Движение За свои Права Профсоюз Можно Кто-нибудь Суровать Юниус А Да Вот Суровать Юниус Союзы Рабочих За свои Права За Большую Зарплату Да Есть Такого Что Но Да Неактивно Но Не так Активно У меня Можно Вопрос Вы Как Думаете Вот Эта Война Долгая С ИГИЛом Будет Вообще На Ближнем Востоке Потому Что Мне Кажется Что Война С ИГИЛом В России Не Закончится Они Даже Выгонят Их За Границу Сирии Потому Что ИГИЛ Будет Черпать Силы И Из Ливии И И И И Раку Потому Что Там До И Это Реально Логово Зверя Стало Если Честно Я Думаю Что Эта Война Никогда Не Закончена Потому Что Раньше Это Был Алкайда Они Потом Поменяли Название На ИГИЛ Завтра Может На Другой Название ИГИЛ Закончен И На Другой Название Мне Лично Кажется Война Идет Из-за Того Что Беденковать Цены На Нефть Потому Что Когда Был Каддафи Он Ставил Одну Жёсткую Цену Как Саддам Хусей Сейчас Они Разделены Ирак И Ливия На Четыре Части На Много Государств И Они С друг Другом Конкуренты И Они Понижают Цены Мне Кажется Из-за Этого Потому Что Я Считаю Что Пока Есть Империализм Тогда И Не Будет Именно Вот Именно Да Какое Участие Войне Принимают Добровольцы На Вашей Стране Может Быть Из Европы Из России Или Еще Откуда Приезжают Люди Другой Национальности И Помогают Вам В борьбе На Фронтах Я Сейчас В борьбе С Иглом Вообще В В принципе Приезжают Какие-то Иностранные Интернациональные Части Да Они Приезжают Как Две Часто Они Приезжают Люди Которые Просто Этого Видят И Приезжают Как Солдаты Боют Этого Первого Какой Национальности Они Из США Из Франции Шлисария Еще И Великобритания Профессиональные Солдаты Или Это Какие-то Самопростые Это Они Раньше Были Солдаты А Сейчас Они Свободны И Просто Сам Они За Деньки Или Просто Просто Но Это Понятно Что Может Они Просто Исследователи Другие Как А Кто Еще Из Каких Шанс Организатор ЮН Есть Например ЮН Понимаете ЮН ЮН Там Очень Большая Тритория Унепрест Сейчас Помогают Люди А Из России Из России Я Об этом Не Слушали Сейчас О То Что Из России Специально Просто Белые Помощи Белые Помощи Белые Но О То Что Именно Солдат Или Кто Это Я Не В Курсе Либо Либо Этого Я Думаю Что Куды Положительно Воскримают Это Да Ну Да Любой Поддержка Для Нас Это Мы Очень Это Воскримаем А Все По Вашему Мнению Это Война Есть Разные Мнения Отчет Есть Официальная Точка Зрения Что Нам Показывают Карты Линии Фронта Эти Армии Идет Сюда А Есть Больше Нетрадиционная Война На самом деле Все эти Границы Все эти Умни Они Весьма Условны На самом деле Война Она Представляет С собой Мозаику Разных Котлов Очагов То есть Нет Какого Единого Фронта Партизанских Линии Да По Вашему Мнению Какая Точка Зрения Более Верное Что Там Идет Классическая Война Самое Обыкновенное Одна Армия Против Другой Либо Что Там Нет Армии Воруженные Люди Сражаются С С С Горуженными Людьми Не Понятно Кто Скоро Больше Правильно Что Там Нет Классическая Война Два Против Друг Друг И И На Плошь Они Просто Вою Нет Такого А Просто Там Партизанская Одна Группа Против Другого Другого Против Этого Поэтому Страна Вообще Разделена Полностью То есть Возьмем Любой Город Который Считается Курским Но Прямо Внутри Этого Города Могут Происход Конфликт Да Это Особенно Сейчас В Сирийском Курсане А то В Иракском Курдстане Внутри Страна В Иракском Курдстане Никакие Конфликты Никакие Проблемы Нет Проблемы Я имею ввиду С точки зрения Военные Проблемы Нет Только Экономические Кризисы В Иракском Курдстане Так И вот Следующий Вопрос Если Говорить Сирию И Ирак То там Огромное Значение Играют Роли Крупные Семьи Такие Небольшие Племена Да И Старейшины Знатнейшие Люди То есть как бы Не как таковая нация Да там Сирийцев Или Иракцев А вот скорее Война Племен Насколько Такая же Структура Общества У Курдов Я просто Это не знаю А Против О том Что в Курдстане Там Вот смотрите Вот у нас Допустим Возьмем Россию Да У нас здесь Нет племен У нас здесь Как бы Ну вот Есть разные Национальности Ну да Но племен у нас нет Я не принадлежу Никакому племену Старейшины А я вас А что это Суболезно А если мы приедем В Среднюю Азию На Ближний Восток То там Не бывает такого Чтобы человек был сам по себе Да Что у человека Он принадлежит Какому-то роду Какому-то племени И допустим Самый влиятельный человек Внутри этого племени Решил там Воевать на стороне Там Асада И они все ушли туда Кто-то решил Что все Мы будем воевать На стороне Иссламского Усаса И они тоже Все туда ушли Есть такого Вот у Курдов У вас так же Или нет Как вы рассказали Это часть Ирана И часть Турции Да Две партии Самые главные партии Которые Арбин и Сулемания А в Ираке Они Сунниты Ищи Это Война между ними Есть Между Пелеменей Пелеменей Нет Четко объясню Что в Иракском Курдистане Сейчас я про Иракского Курдистана говорю Там есть две партии Демократическая партия Курдистан И патриотическая союзная Курдистана Но их семьи Но племеней Они Либо относятся к этому партию Либо к другому Как бы На выборах Это очень влияет И на военские Если это Война Действия Тоже Они Либо относятся к этому Либо относятся к другому Но на другие части Ирака Это по-другому Это Либо относятся к шиитам Либо относятся к суннитам Как бы Это в Ирак А в Ирак А в Курдистане Частое Ирака Это Относятся Либо к той партии Либо к другой Вопрос о хозяйстве Курдистана Там сельское хозяйство Есть какая-то промышленность Или там только нефть Там большинство нефть И сельское хозяйство, да? А сельское хозяйство Там Там крупных Участки земли Мелкие Техника Как там работают? Что выращивают? И крупные И мелкие Тоже есть Но О том, что Там имя производят Сейчас Просто На русском Все трудно будет Это рассказывать Это идет на экспорт Или это Они сам создают Да Это только в локальной Как бы Не экспортируют Не экспортируют А сельскохозяйственная техника Откуда? Да А с другими странами Точно не могу сказать откуда Но из как бы Американцев А сельскохозяйственной техники А с других странами Но четко Именно не знаю Откуда То есть Большинство курдов крестьянам? Сельское население? Нет, большинство курдов они мусульмане параллельны. Нет, крестьяне, в смысле? Я вас понял. Сейчас, как можно сказать, в 2005 году, да. Но потом больше станет мало. А куда ушли? В больших городах. И начали там бизнес и разные фирмы работали. А производство или торговля? Торговля, да. А еще, а есть ли беженцы среди курдов? Много ли их уезжает? Да, очень много. Сейчас в Наталье нет, очень много курдов уезжают от страны и поедут в Медуку. Очень много. То есть от топ населения нет. Спасибо. Хорошо, а мы будем сейчас закругляться, но вопрос у них последний, который я хотел бы задать. Я знаю, что несколько лет назад, когда упала цена на нефть, всем служащим понизили зарплату. Да. И было ли какое-нибудь движение против этого? Как вообще вот люди отреагировали на снижение этой зарплаты? Вот именно вот эта экономическая кризис, о которой я об этом говорю сейчас в Курдистане. Были очень много протестов, и демонстрация против власти, потому что все сотрудники, они поменьшили заплату наполовину. Если тысячу долларов получили, то сейчас пятьсот, а потом еще одна четвертую, 250 долларов в месяц. И это, например, три месяца раз оплатили. И поэтому были и протесты, и демонстрация против, как бы, государства. Но сейчас вот эта тема про независимость чуть-чуть, как бы, закончилась вот эта протеста, пока, ну, это напряженное состояние сейчас в Курдистане. Понятно. Ну, интересно, может быть, вы хотите что-то сказать, какое-то заключительное слово, или... Да, я хочу сказать, что спасибо вам за сегодняшний вечер, спасибо, что организовали. Мы очень рады за любое там собрание, движение, и не только про профессионалы. Да, и извиняемся, если на русском не очень хорошо разговаривали, либо что-то объяснили не то. А как по-курдски звучал лозунг референдума за независимый Курдистан? Как это будет по-курдски? Да, это балет. Балет Барахандо. Балет Барахандо. Спасибо. Можно еще вопрос? Да, конечно. Если вы потом успешно создали это государство, то какая политическая система вы хотите выбрать? Это будет как Россия сейчас, либо как Россия? Это выбранная демократическая позиция. Парламанская, как бы, демократическая система. Спасибо. Спасибо.